Мой вопрос после всех советов и заверений, которые мы дали друг другу, чтобы достичь самой лучшей формы изучения зора, что делает человеку, который видит, что он не может следовать этим советам, который дал сам? Я дал такой ответ. Какой был точный вопрос? Как прийти к максимальной реализации во время зора? Поскольку зор — это высшее свечение, которое приходит к нам для того, чтобы исправить нас, и благодаря этой книге мы выходим из изгнания, поднимаемся из желания получения к желанию отдачи. Поэтому я ему посоветую, посоветуюся с товарищами. Потому что только в взаимной связи между вами, когда вы начинаете правильно пользоваться этой книгой, это ведь не книга, и бумага, и собрание букв, а тот свет, который в потенциале готов раскрыться в мире нашего верного подхода. Поэтому я сказал, посоветуйтесь между вами, потому что если вы будете вместе обсуждать по поводу хиссарона книги зора и включите этот хиссарон, то вы сможете насладиться его силой. Вы выбили ли в себе это желание? Вы его сформировали? И сегодня во время чтения вы его реализовали? Да или нет? Нет. Нет. А что делать в таком состоянии? Мы обещали. О чем же вы говорили вчера? Мы уверяли, что от всего сердца мы хотим это сделать. А сегодня мы находимся перед зором, и это не работает. Ну тут уж ничего не поделаешь. То, что подготовил, то есть ешь. Но сегодня, в течение дня, вы поговорите между вами, как вам реализовать зор. Чтобы на следующем чтении книги «Зор завтра» с первого по последнее мгновение у всех было одно и то же устремление, готовность, и вы тогда в взаимном этому стремлению почувствуете изменения. Поэтому я так и ответил вчера. Сейчас что делать? Сейчас сокрушаться о том, что вы не подготовили себя. Но это, к сожалению, уже будет подготовкой к следующему этапу. Ничего не поделаешь. Если ты приходишь не готовым, нет молитвы до молитвы, то что сейчас? Будешь нажимать на какую-то кнопку, чтобы в тебя возбудилось желание? Должно быть желание, и не твое личное, а всех, и каждый будет чувствовать ответственность за всех, и тогда в этой взаимной ощущении все будут держать друг друга, каждый из всех, и вы будете читать зор, и тогда это уже будет. Поэтому я вам сказал, обсудите это. Здесь должна быть работа всех. Но тут я не могу вам помочь. Только сожалеть или смеяться над тем, что у вас не получается. А это все вместе. И то, и то. Смех от того, что вы наконец-то раскрываете, что вам необходимо, и вы не способны. И сожалеть о том, что вы забываете об этом, кроме каких-то маленьких начал, вы не продвигаетесь дальше.